Ча-ча-ча! Сегодня я решила задокументировать наше историческое явление. У нас работают работники и стелят нам новую асфальтированную дорогу. И вот они как работают тяжело и долго уже. И потом я покажу, что было и что будет. И вот как наша дорога выглядела. Посмотрите, сколько там трещин. Вот, смотрите, видите? Ужас после зимы. И потом покажу, что будет в конце. Должно быть красиво. По-моему, сколько? Три человека работают. Вот тут один, самый молодой, самому грязную работу дали. И вот такие вот мальчики все накачанные. Сильные, здоровые. И вот работа у нас продолжается. Вот это вот трак от той компании, которая нам сегодня стелет новый асфальт. И что хочу сказать. Вновь прибывшим в Америку, или кто уже давно живет в Америке, хочу дать отдельный совет. В Америке нужно торговаться. Когда вы нанимаете кого-либо на любую работу у себя в доме, нужно торговаться. Чтобы кто бы вам что ни говорил, нужно всегда предложить свою цену. И когда я вам расскажу о наших сегодняшних торгах, я уверена, что у большинства у вас просто упадет челюсть. Вы даже себе не представляете, какие здесь у нас цены и сколько сегодня я скинула. Так что оставайтесь с нами. Продолжение следует. Приехал большой-большой трак. И вот выгрузил. Не знаю, как оно там все это называется. Но из того, что делает асфальт. Интересно, сколько у них займет это по времени. Так, вначале они насыпают какую-то щебенку, чем-то там замазали, навоняли. Пришлось закрыть окошки. Так. Каток уже стоит. Каток уже там. Я как сыщик. Из окошка. Из дома. Смотрите, аж пар идет. Супер. Ча-ча-ча-ча. Приехал каток. И теперь это все укатывает, я так понимаю. Ча-ча-ча. Вот он. Желтенький. Желтенький. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча-ча. Все нервничают, даже на полиосик. У нас уже появилось 5 работников. Аппаратуры понагнали целую кучу. Хилых мальчиков там не держат. Ча-ча-ча. А это лежит зарплата для наших работников, которые нам постелят красивую дорожку. Кто сосчитал, сколько у нас здесь в кучке, тот молодец. Ча-ча-ча. Прошел у нас почти час. И вот такой вот у нас прогресс. Дорога выглядит у нас вот так вот. До сих пор идет пар. Щебенка. Работа. Идет. Работа не спит. Я думаю, что еще чуть-чуть, еще немножко. И мы будем подходить к завершению. Так. Машина стоит. Народ работает. Он там танцует, ножками укладывает. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. И работа продолжается. Смотрите. Небольшой вроде такой участок. Я не знаю, какого размера у нас. Это наша, как бы, парковка. Драйввей. Ну вот, работа у нас кропотливая. Вот так вот стелят новый асфальт в Америке. Не знаю, как это делается, где. В других странах и городах. Вот у нас вот такой вот мальчик тут что-то ножками танцует. Ча-ча-ча делает. Бедный. Всю дорогу. Ну, я так поняла, хиленьких и хлюпеньких в этом бизнесе не держат. Все они, он какие, накачанные. Крепенькие все. Американчики. Уехал. Майна, майна. Вира, Вира. Прошло два часа, ребята. И я сижу за ними, наблюдаю. Конечно, уже обалдела, прибалдела. Но хочу сказать, как они качественно делают. Вы знаете, не халтурят. У них закончилась эта щебенка в машине. И такой, знаете, небольшой участок дороги. Вон, видите, квадратик перед ним. Остался незасыпанный. В принципе, они бы могли распределить то, что у них было. И постелить более тонкий слой. И не заморачиваться. Так вы знаете, нет. Они послали этого водителя, этого трака за новой щебенкой. И все практически где-то минут 20 его ждали. Ничего не делали. И вот он сейчас, вторая заходка. Он привез это дело все. И они доделают нашу дорогу. Молодцы. Все-таки, знаете, должна отдать должное. Не халтурят. Если работают, то работают на все 100. Молодцы. Ужички. Но я думаю, что скоро у нас дело идет к завершению. И у нас будет дорога готова. Видишь, это начальник в желтом. Говорит. Ты дурак. Не умеешь что делать. Я тебе сейчас покажу. Это я вам перевожу. Ну, этот в желтом, он сам владелец частной этой компании. И он, конечно, заинтересован в том, чтобы качество было хорошее. Чтобы потом люди рекламировали его компанию. И они нам дают год гарантии. Если что-то где-то случится, пойдет трещина, они придут и все это бесплатно будут переделывать. Вот вам, пожалуйста, американские рабочие. И вот наша дорожка готова. Готовчинка. Новенькая. Черненькая. Гладенькая. Ровненькая. Сказали не парковаться на ней сегодня и завтра. Чтобы она уселась и усохлась. Пошли посмотрим поближе. Ча-ча-ча. Мальчики, девочки, всем привет. Я выхожу в эфир. Через два часа после того, как работники начали делать нашу дорогу. Парковочную. И хочу вам теперь рассказать пульминационный момент о цене. Мне один хороший знакомый американский когда-то сказал. Когда ты нанимаешь любых работников, что-то делать для своего дома, всегда торгуйся. И почему? Потому что можно сделать большую скидку с выгодой для себя, но и так же эта скидка будет хороша для тех, кто будет делать работу. Почему? Потому что когда обычно ты нанимаешь какую-то компанию, это все официально. У компании должна быть регистрация, лайсенс. Они под контролем государственных служб, учреждений. Они платят немалые налоги. И когда они делают какую-то работу, ты расплачиваешься как? Или кредитной картой, или чеком из банка. Но когда ты предлагаешь этому работнику, который будет на тебя работать, расплатиться наличкой, то есть кэшью, то выигрывают два человека. Ты и он. Почему? Когда ты расплачиваешься зелененькими баксами, или как они здесь называют это, джанни кэш, да, они это называют джанни кэш. У меня был один очень хороший знакомый, наш друг, который всегда имел большое количество наличности у себя в кармане. Это для американцев совершенный нонсенс. Все американцы живут в долгах, в кредитах, и у них только пластиковые карты с собой. У него были всегда налички зеленые, и он всегда говорил, что это очень хорошая идея иметь наличность. Наличность все здесь любят, но не у всех она есть, не у всех есть возможность. И вот опять-таки, когда ты предлагаешь расплатиться кэшью, наличкой, это не облагается налогом. Это, как говорится, все under the table, это все скрыто. И тебе хорошо, и работнику хорошо. Я вам хочу рассказать о цене, которую я сегодня сторговала. Вы знаете, я сама не поверила. Как у нас это все завертелось? Мы не планировали никакой ремонт, никакую новую дорогу, хотя она нужна была. У нас очень асфальт был старый, но мы это все откладывали на потом, потому что, кто знает, у кого есть дом, всегда будет первая, пятая, десятая. Одну дырку золотая, вторая открывается, поэтому дорога у нас была на 125-м месте. Но сегодня постучались в дверь, и стоит там монтер, этот ремонтник, который делает дороги, и он говорит, «Привет, я такой-то, такой-то, я стелю новую дорогу двум вашим соседям, которые находятся на улице. Я просто проезжал мимо вас и увидел, что у вас дорога оставляет желать лучшего. Я хочу вам предложить свои услуги, если вы хотите делать дорогу, если вы нанимаете меня сегодня, я вам делаю это сразу со своей командой. Сегодня, не отходя от кассы, как говорится, я вам делаю небольшую скидку». Я говорю, «Сколько?» Он мне говорит, «Сосед делает свою дорогу за, вы готовы это услышать, 2500 долларов». Да-да-да, вы не отслышались, 2500 долларов, чтобы постелить вот эту вот новую асфальтированную дорогу перед домом. Я так вздохнула, говорю, «Вы знаете, конечно, хорошо, но я не могу себе этого позволить, это не входит в мои бюджетные планы на ближайший год или два». Он говорит, «Окей, давай я тебе сделаю скидку». Я говорю, «Конечно, я бедная студентка, мне нужна скидка, чем больше, тем лучше». Он мне говорит, «Я тебе даю полторы тысячи за такую работу, плати мне полторы тысячи долларов, и я тебе сделаю дорогу». Я говорю, «Знаешь, мне надо подумать». Он говорит, «Хорошо, я приду к тебе через час». Он приходит через час, я ему говорю, «Значит так, теперь пришло время мне тебе сказать свои условия, которые я предлагаю тебе». И там уже все зависит от тебя, заключим мы сделку или нет. Я ему говорю, «Я тебе плачу тысячу долларов наличкой прямо здесь и сейчас, не отходя от кассы хрустящими, новенькими, и вы делаете работу». Он такой, «Ты что, тысяча-то очень мало». И он мне начинает рассказывать сказки, сколько у него уходит на материал, что у него много работников, что у них мало времени и т.д. и т.п. Я говорю, «Слушай, я бедная студентка, все, что я могу себе позволить потратить на дорогу, сегодня и сейчас, это тысяча долларов». Он говорит, «Не-не-не, это очень мало». Я говорю, «Тогда мы не заключаем дело». На этом мы пожали друг другу руки и распрощались. Он уехал, я ушла домой. Потом проходит буквально 20 минут, он опять возвращается. Говорит, «Слушай, ну давай, за тысячу триста». Я говорю, «Нет», говорю, «Слушай, у меня нету тысячи триста, у меня только тысяча». Он говорит, «Давай, за тысячу двести». Я говорю, «Слушай, ну я опять бедная студентка, и я тебе говорю, от того, что ты будешь со мной торговаться, у меня 300 баксов лишних не прибавится, у меня только тысяча долларов, которые я могу потратить». Он говорит, «Не, очень мало». Я говорю, «Ну тогда пока». Он говорит, «Пока». Он ушел опять, я ушла домой. Проходит полчаса, он стучится опять и говорит, «Твоя взяла». «Давай, за тысячу баков мы вам постелим новую дорогу». Только говорит, «Пожалуйста, не выдавай меня». Он достается из кармана, чек из банка, который дал ему сосед, и сосед ему заплатил 2500 за их работу, за то, что они постелили ему новую дорогу. Так что, представляете, сколько я сэкономила. Они сделали очень хорошо, качественно свою работу. Я вышла, расплатилась с ним тысячу долларов наличкой. Он меня поблагодарил, мы пожали друг другу руки, и на этом мы расстались. Никаких документов, никакого договора не было заключено, хотя он мне дал гарантию. Вот, он говорит, «Нет проблем, если какие-то моменты тебя не устраивают, что-то там испортилось, искривилось, пожалуйста, позвони. Мы всегда, всегда тебя откорректируем, все исправим». Представляете, какой сервис? Так что, ребята, вот так вот всем советую, кто живет в Америке, всегда торгуйтесь. И по возможности предлагайте метод расплаты за предоставленную работу наличность. И вы увидите, что многие-многие компании, многие работники захотят пойти с вами на такой негласный, неофициальный договор и это дело заключить. Надеюсь, мое видео было интересным и, может быть, даже полезным тем людям, которые планируют делать какие-то ремонты и починки в домах. А в Америке это стоит очень-очень дорого. Так что, всем удачи и хорошего дня! Спасибо. 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 Спасибо.